так что-то не видно кто пришел тут видно же вот сейчас спасибо христос ну вот только добралась чай попили и я вам написала доехала все благополучно хорошо а муж-то далеко от вас а он болеет встретил меня далеко он кашляет сильно с температурой но я хотел поблагодарить его позовем может придет но если придет я сейчас успею сказать так ты конечно не против что мы записываем выставляем интернет ну а чё конечно нет нет так вспоминаем тебя сегодня выставил ролик сегодняшний все посмотри я объясняю эту нашу встречу с митрополитом потому что некоторые не знают его сомневается в его расположенности я говорю нет это от бога вот он пришел здравствуйте добрый день я хотел вас поблагодарить что вы райхан рахиль на отпустили к нам уже три года мечтала к вам попасть вот видите как все благополучно и она без повреждений приехала нигде не упала она тут пыталась калину срывать я не допустил игры лестница тут свернешься и ладно ребята набрали все довезла не потеряла ничего все довезла даже даже не разморозила в дороге в ящик поставил в дороге беседовала да ой мы так беседовали хорошо там ехал парень баптист ой мы так с ним наговорились не нам не могли наговориться меня интересует в первую очередь книги показала своим а нет еще не успела распаковать чай попили себе и я к вам меня это интересует так спасибо вас христос что трахиль приехала мы везде походили она в роликах тут еще ролика 2 будет как мы были по разным храмам завтра утром я их выставлю и вы увидите она тут занята была каждый час какие были встречи но я вижу она горит рот не закрывает смеется вообще она показала пример здесь вот так чтобы зимою разрешили приехать мы мы этого не делаем потому что я опасно и ну она не в деревне здесь была она даже у меня книги выбирал а я рядом был и не пошел с нею ей доверился ягоды первое кому я доверил к моему сокровищу подойти она все это увидит там у нас ролики стоят как она с батюшкой фотографии там увидела что они там стоят то да 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 теперь снимай их себе отдельно где то чтобы были не потерялись вот мы все фотографировали снимали так что память у ней такая большая что может с кем-то поделиться даже а внуки и дочь когда у тебя будут ну вот когда будут не знаю может собери чтобы трое все пришли ты знаешь какое время я вам сейчас скину часы в которые можно подойти я хочу их увидеть поблагодарить за маму и за бабушку как хорошо у нас все было она маленько бывает непослушная я ее дергал я сказал иди с левой стороны не отставай гляжу она уже в лавке там она библии там узнала полную купила я греть я наказал на шаг не отставай я за тебя головой отвечаю я очень благодарен вам спаси христос слава богу так какие у тебя самые воспоминания доброе плохое все рассказывай ой все что доброе я беседовал с баптистом и вот он прям за эти мы сначала женщины которые напротив поезде разговаривали и я про бога меня же рвется я хочу поделиться а он услышал и так навострился вам интересно спускайтесь он спустился так вот мы говорили и говорили он записал и она записала ваше имя все зайдем посмотрим обязательно а я и новый завет подарила а мы вам разве не дали наши визитки то вот визитки не дали жаль но они записали ну вот понимаешь как может зайдут может нет так у вас они даже она с барнаула а он с новосибирска она ползунова 6 я запомнила может и сама приедет она так ходит неверующая находят православие но не ничего не знаю да ну меня интересует по порядку расскажи как у тебя возникло желание к нам приехать вот с этого начни ну как я смотрю вы простываете часто думаю ой не дай бог и я не увижу и у меня может может случиться вдруг же неизвестно ну вот сорвалась и поехала особенно что же я увидел я уже и забыла ну в общем а вот это 500 ролик 500 я посмотрела я я так благодарна была богу что через вас он не открыл у меня слезы текут я говорю вот меня же тоже так провел православие игнатики ну давай надо ехать вот сразу билет на шестое число то взяла потом сдала то я сказал надо приехать так чтобы были люди у нас батюшка был это протестантизм 500 500 лет отмечали как люди туда ходили потом как они вернулись да и там это даже один свидетель еговый же там вот рассказывать да вот так повидалось увидал здорово женщины все добрые хорошие жаль мал с романом малышом хотел я так он только сейчас был только сейчас приехал барнаул вот эту минуту сейчас он был и уехал у него там дела по машине что-то где-то но он уедет потом можешь с ним связаться на него прямо нет я хотела вот так поговорить но поговорить его он если бы ты позвонила раньше ну полчаса он сидел вот здесь вот рядом со мной у него там дела какие-то мы поговорили он скорее поехал по магазинам и у нас хорошее отношение с ним игнатий тихоныч а это библию ты мне володя купил я что-то пожадничала думаю наверное я у себя подешевле куплю а он не сует деньги когда не надо потом я ему уже когда он калину собирал я ему в карман сунула я говорю володя я говорю нормально живем мне не нужно я хотел подарок сделать да не надо так он мне потихорял он опять мне сунули эти 500 рублей такой добрейший человечек да он хороший человек ему да вот как что вас больше всего здесь удивило то были разочаровала ну-ка рассказывай да ничего не разочаровала просто мне жалко что вы в холоде сидите вот так аскет да не аскет это хорошо все у нас нормально так вот мы все вспоминаем и утром и вечером молимся господи только сохрани чтобы вас муж принял и все благополучно никаких претензий нету ты не поврежденная явилась целости сохранности а он прям вагон зашел чё гад сидишь а я жду когда все люди выйдут спокойно целый час стоит в алмате я сижу спокойно и он тут заявляется ну вот слава богу все хорошо а вы попробовали рулет то я сделала с тыквой то понравился а тут за приехала галя как раз я сразу половина я отрезала но кое-как взяла заложил ей а потом эту часть на три части понравилось конечно а мы говорим это похоже на наши вареники только больше размером а вы стык вы делаете да а там из всего делает и картошку главное картофельные морковные капустные вот картофельные такие простые картошка мятая да 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 сварят и это такие как пирожки делают а там все так теперь ты там с кем встречаться ты думаешь ну я завтра в храм пойду у тебя там кто-то есть такие близкие знакомые с кем говорить-то а конечно наша группа есть который мы воскресную школу ходим передавайте поклон скажите подарю на новые заветы новые заветы подарите возьмите трехтомник и покажите им да 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 хочу такое сокровище за 2000 лет впервые вышло впервые с откровением полное толкование да да так что пусть к нам на занятия приходят вы расскажите когда ага вот сегодня у нас пятница значит они сегодня у нас занятия будут и воскресенье среду пятницу и воскресенье да по московскому это получается в два часа так сколько у них два у нас шесть на четыре часа разница ну хорошо а Новосибирск с Барнаулом 18 да ну да ну я этому Константину сказал он говорит да я обязательно зайду говорит да ты своим родителям покажи говорю они неверующие не хотят ходить я говорю вот покажи ролики они захотят ну ты сама то не жалеешь что истратилась туда ездила нисколько не жалею я исполнила свою мечту слава бог за все так ну и нам ты тут это разнообразие внесла мы же занимались здесь и ты участвовала беседах и были мы там и ты рассказывала о себе при общем собрании ну то есть мы все открыто было и у нас притом это непринужденно открыто тебя спросили ты встала и сказал другие то которые не знают вот вот я говорил а кто-то обратился тут еще одна душа пришла он зазомбировал это колдует мозги то я не могу ему поставить то у меня на занятия люди приходили в университете а первое время в актовом зале 700 человек представь себе где-то и на все вопросы отвечать в милиции там прокуратура везде везде зала огромная офицеров там человек 700 сидит за мной приезжает на машине туда везут я выступаю три радиопрограммы каждую неделю вел это это миллионная аудитория и моего тут еще нету бог кого коснется тот обратится я при чем здесь но я в поезде о вас говорила говорила я говорю вот такой проповедник столько людей привел и он прям заинтересовался константин прямо потому что люди которые не познали христа в этой жизни они самые несчастные она даже но это настолько близко быть что не надо даже как кажется и образ жизни не в чем менять то питаемся также живем соблюдаем строгие правила ложимся спать тут ты можешь себя урезать поменьше спать поменьше там тратиться найти то чем уделить внимание я вот сегодня подумал вот получаем пенсию я вот так поступаю у меня брат родной отец каким-то его видела какой он хороший батюшка я уже в январе высчитывают у меня пенсия 6500 рублей вот смотри по вашему как я высчитываю за день 12 месяцев и зараз даю потому что мало еще со мной случится я вдруг десятину не отдам я как перед богом я боюсь боюсь просто этого вот одна десятина сюда другая должна идти на милость это другая там строительство храма 3 а я посмотрел у меня на интернет как раз десятину уходит интернет свой десятину забрал когда мне не надо никуда ехать вот я как политзаключенный реабилитирую меня льготы я могу в любое время года в любой конец страны но сейчас советского союза то нету бесплатно туда и обратно это с 92 года уже 25 лет я ни разу не ездил никуда я наездился ездили на своей машине когда благовествовали из казахстана спрашивали а вы были нет в алма-атах игры не были у нас просто уже и времени не было мы могли бы все республики захватить но если до дошли до португалии пройти скандинамию то ясно что это чего-то стоит слава богу за все хорошо а вы с этим это не связывались который я говорил адреса то там который владимир словах там которые в лагере были то а нет не связано с матюшином я разговаривала звонила по телефону один раз алексей там у него хорошая нина рядом валентина где-то она у нас крещение принимала они приезжали сюда к нам так видите как кровь христа сразу сродняет людей никогда мы не знали в разных местах живем и все единое как будто бы вот вы уехали вы как будто вы всегда с нами жили тогда я тоже приехал я грудь как будто я я же вечером когда перед отъездом и благодарила бога молилась плакала благодарила я говорю как будто я в родную семью приехала а тут еще я прилег меня заставать а вот сегодня встал 15 минут первого было первого ночи я уже за интернетом сижу ответить письма там разные люди и они меня не разбудили мы с вами то уже простились выговорно так а вы не сказали я говорю я наказал а я хотел порывалась зайти а володя говорит да ладно пусть он спит я только только можно сказать лег но они меня жалеют и у нас все нормально все я бы еще одну там вышел только и зашел ничего особенного то не было а у меня сын зашел в мой ноутбук и посмотрел что было уже выставлено ой мама ты как бабуся в платке всегда будь платке никогда чтоб тебя не видела солнце и при том ты видел как у нас одевается платок один так 2 так по ушам не она волосинка не было видно вот так но один платком это не спрячешь ты видела все ты беседовала с нашими сестрами ты сидела рядом ты молилась еще ни в одном ролике ты будешь видно будешь когда смотреть и на богослужение и на собрании на нашем и фотографии благодаря тому что мы снимаем мы это оставляем не на один год люди это не понимают а что снимаете как один у меня знакомый был приезжал он с фотоаппаратом большой фотоаппарат масленников кажется михаил ну и говорит он в алтаре у патриарха когда патриарх служил алексей второй то и ну кто-то там из священников заворчал еще в алтаре снимаете а патриарх то услышал и сказал не трожьте это наша история она должна сохраниться и он приезжал у меня на голубятню потеряевки залазил везде все фотографировал он фотограф но мы-то сами тут и снимки сделали какие могли уж не очень хорошие но нормальная я говорю я тоже настоящее богослужение увидела как чё я восхищение и вот этой женщине рассказываю никто никуда не ходят стоят стоят грудь тихо им тишина и молит я на всех молятся вот за семь минут до начала за семь минут у нас все даже зайти и молча молимся даже рукой не крестимся молимся за священника какие за неделю события были за все за все это молитва особого настроя благодарения это вы можете говорить по храму не ходят ни с тарелкой никак у нас ни за что не берется деньги только десятина и она все восполняет сейчас мы уголь купили дрова привезли шоферу все из этого идет отдаем священнику а священник покупает и делает мы у нас все по-братски как одна семья ты сама я вот не видел записки подавали нет записки подают о здравии которые наши здесь люди есть и упокояний кого знают о которых не знают ну неверующие может дети это третье об обращении ко христу поэтому а здоровье которые у кого-то дети неверующие мы не принимаем не принимаем а в какой ему здоровье то зачем она универующим она и не нужно он выпивает бутылку а теперь две начал выпивать так что у нас тут на на 3 все остальное татьяна капустина сидит и записывает у кого кто-то больной наших знают а бывает кто-то придет скажет у меня сын такой-то верующий тогда мы запишем а если за упокой то только того кого наши сестры знают их отец или мать они ходили в храм молились а да их поминают потому что все очень серьезно не просто языком молотить все по-настоящему я довольна я очень благодарна за все богу вот об этом ты можешь сказать скажите что в православии можно делать все чисто лучше все лучше в православии все настоящее православие да я это понимаю благодарна бесконечно как мы были в храмах как нас принял митрополит как вы беседовали с тобой где здесь были священник и сами люди какие православие это смирение за понебратство с богом православные обращаются они и грешным себя назовут и как павел грите они достойно называться а то сегодня они прям на груди у христа уже и залезли все протестанты это не годится он творец мы творение он горшечник мы горшки как пророк еремия говорит так что тут надо дистанцию соблюдать быть близко и не зазнаваться знать с кем-то разговариваешь тут благоговение страх божий а они так а что сказал кто такой златоуст еще сравнивать я показываю говорят послание игнатия богоносца это младенец который христос на руки брал его льва бросили он епископ антиохии но и что то есть понятия не имеют это святые и они были под благодатью духа святого сексантов они этого не понимают даже я спасен и все кончилось а сам ничего нет живет как мирской человек бритый в галстуке масонская удавка вы у нас ни одного такого не увидите потому что я потом я потом с книгами снимусь на фото и пошлю вам распакую книги книгу ну да ты фотографии там сделаешь фотографии что какие у тебя трехтомник и к истинному православию и я выставляю это фотографии кто у меня книги приобретает они все так делают а такой порядок у тебя есть что показать ты можешь взять священнику показать но я очень прошу тебя ты никому не отдавай скажи это у меня подарок подарок нет конечно не за деньги получила по любви я скажи это сама взяла я была скажи как на складе я ему предлагала он что-то не надо не надо предлагать ему он сам должен увидеть даже и предлагать не надо а то бывает они руку протягивает и где-то ты все видела а если больше узнать для слова божия нету сейчас эта книга завтра на районе выставлять буду в интернете здесь когда листы сами перелистывается тормознул читать дальше бог дал последнее время мне очень хороших помощников в интернете один в америке другой здесь тот по златоусту работаете а выставлять начал жития святых начал выставлять они у меня на сайте стоят там мало совсем людей а тут сразу шагнуло вперед я просил господи помоги нам таланты сохранить и умножить и для сего пошли нам дорого помощников наставника советников и бог это дал дал вот но месяца два назад примерно это прямо по молитве надежда и васильевна хочу у нее глазок не работает пусть никита там сделать чтобы мы с ней общались я не знаю сделать он или нет а у нее ломается почему она включает и не выключает хоть сутками а я выключаю лично при мне выключала но она у нее ломается все время все время ну у меня другая работа и один раз потерять вот она зашла он ей направили все и она зашла и что-то сказала неладное мне сказала написала у ней сразу сгорел и ни один механик не мог выправить я не знаю что то ли списала или что только сказала два или три слова что сказала ну сказала ну там не не такое там скверное ну что-то там такое а ты только с другими а мне время не уделил что-то вот такое она ревнует меня все время и все равно сгорела и все и к ней на дом приезжали и она носила где никто ничего не может сделать все сплавила словами своими я говорю ты же это сделала не я еще у тебя добрых слов не нашлось а ты не сказала бы перетерпела и ну даже если я виновен и зачем ты а это интернет а ты же вышла в эфир все эти люди знают еще хотела сказать что тебе тоже надо помочь ей тоже надо помочь вот помочь вот я тебе сказал пришла молча сидит сегодня я записываю события дня она рядом вы слышали какое сокровище тем более она сейчас вот в интернете все слышит и у нее все есть все книги есть ей только бога благодарить она благодарит она такая проповедница вот она выходит обязательно это это евангелие выносит и раздает и разговаривает и раздает молодец это у нее когда к врачам идет там или где-то в школе преподавала здесь она всегда идет вооруженная молодец она учительница так что по милости божией слава богу что повидалась увидела по-настоящему вот вот и не разочаровалась в том что тут видела одно а приехала другое тут по интернете сколько не разочаровалась вот оно все видно так же все так же все так же сходится да тут наигранного не было ты у меня видела все и даже кошек видела палю и голубя и проще я уж тебя не стал на голубятню поднимать я боялся не упала главное что ты уехала здоровая что с тобой сейчас случится мы уже не виноваты нет ничего не случилось слава богу она сильно недовольна была чем-то женщинаю натравили на меня у нее девочка была в лагере она вернулась и качалась где-то уже неделю спустя и повредила спину она на меня напала вы платите деньги моя дочь у вас повредилась а дочка говорит и там внучки не за мама да я же дома целую неделю была и накачали меня ударили ой 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 вот так а у другой так парнишка там воровал все на место поставили там и она сильно была оскорблена мать ну не знаю тоже что-то затевала он пошел с ребятами на обе где-то там разожгли костер его в костер затолкали вот понятно что теперь не надо трогать не трожьте и когда мы узнали ничего только молились ходили попроведали даже зачем же ты мать обрекла его ты виновата его держали за ним ухаживали его за ним стирали берегли от бед купался ездил на конях все ему было предоставлено и втроем или сколько двоем они там согласились украли у игоря третякова деньги и на пешком ушли еще там целая пачки на блоки накупили папирос и проще ну одна бабка там не чая его фамилия она все отдала сколько что ему и наконец бабки то они заказали у нас местное радио заказали песни специально для меня назвали кто я начальник лагеря они на нет они виноваты так что люди разные бывают мы даже все переносить благодарить бога а уж как бог там что устроит я про это не знал я узнал уже позже что пацана в огонь затолкали столкнули и вот такое дело ужасно роман малыш сейчас он уже опять потеряевку поехал я как понял можно там поговорить оттуда может ну с ним можно он оттуда связь с кайф работает я скажу чтобы как-то вышло на него у него если позвоните вы его найдете но тут приезжает сегодня алёша истинов то и он хочет с ним домой уехать нынче не снежная зима то в прошлом году в это время сугробы были а сейчас нормально я смотрю в окошко нету не ветра ничего такая погода интересная сегодня самый короткий день в году он будет пять дней стоять на месте 27 декабря уже тронется прибавляется она горит на воробьиный шажок так что нас это короткое такое время дневное это не очень трогать мы за за перси сидим и мы все видим кто там приходит и вы видели как тут нас и в этом господь благословил а чё вы собаку не посадите с будкой возле ворот а вот потому что это невозможно потому что каждое воскресенье бывает приходят люди и на кого лает я здесь не слышу один а ночью а ночью у нас никого не бывает нам это никак нельзя если бы было мое личное хозяйство она нужна но учитывая то что у нас такое скопление народа на кого она будет лаять то имел мало того дети бегают играют и может быть неприятность а дети бывает бросит в нее чем-то а собака она есть собака никак от меня сергей уже хотел даже урагана отдать нынче с которым мы ездили но куда я его на улице вот двадцать шесть градусов мороза двадцать шесть но это средняя температура вот бывает 40 когда это уже ну конечно это не магадан сергею поклон передайте обязательно бегом довел все донес сумки спасибо он что-то заболел мама вчера его все раз звонила простыл говорит что ли так что помолись за него там он тебя встречал и провожал а сегодня ты зайди и скажешь сегодня занятия если не будет болеть он будет заняться и ты заходишь к себе друзей позови скажи приходите вы все увидите а да так что как что ты получила чем тебя господь наградил ты имеешь право теперь говоришь да я убедилась я ездила это не обман никакой видишь он старается тебе сделать и не почему-то потому что ты нуждаешься и я тебе библию куплю а у него заработка то никакого володе нету да да он говорит это мои личные деньги ну лично там где-то батюшка заплатил за дрова колол там у него гроши там какие там деньги я тоже говорю не надо не надо нет он мне потихонечку опять он такой вот такой вот так а вот еще можно сказать а сколько лет внукам то вашим старшему внуку одиннадцать а второе а второму шесть так вот они могли бы приехать или ты летом к нам то у нас отдохнуть они бы здесь отдохнули летом то мать не разрешает я вот я говорю давай я поеду хоть со старшим нет она такая клуша у нас с Грузии с Грузии приезжали с Одессы я ей тоже я говорю с Канады везут ты че из Канады еще четверо были она клушка такая нет она не боится так она может сама и приехать не хочет я ей говорила главное что вы сказали наше желание мы никого тут сильно то не зовем мы даем знать о себе да что плохому дети тут не научатся ну вот именно они каждый день купаются ребенком еще надо научиться работать вы видели летом мы ролики это выставляем все время и по ягоды ходят и все как разно играют ну если ничего нет расставаться будем да расставаться будем тут дела распаковка давай спасибо Христос я скажу от вас всем привет завтра ты можешь увидеть этот ролик выставлю я давайте давайте с Богом выходи вот я